Привет всем, кто смотрит мой канал. Меня зовут Марина. И сегодня я хочу вам показать свои новые продукты. Новые не в общем, а новые для меня, которые я купила за последние месяцы. И расскажу вам, понравились мне или не понравились. И начну я с тональных основ. Тональные основы. И начну с того, что я купила хорошую, как бы по отзывам, тональную основу от Lancome, Tide Idol. О которой уже даже не говорят. Но купила я её себе. И мне она не понравилась. Извините. Но, как бы на моём лице она смотрелась некрасиво. И я еле доходила полдня, и её смыло с лица, нанесла другую основу. И начну я с тональных основ, которыми я пользуюсь на данный момент. И мне они очень нравятся. Пользуюсь я для себя, а не для работы. Косметику, которую я пользуюсь для работы, я вам покажу, сниму отдельное видео. То есть, так как я визажист, я использую для себя одну косметику. Есть, конечно, продукты, которые я использую и там, и там. Но немножко они делятся. Итак. Вот две основы, которые я использую. Это Rimmel. Вот такой синий флакончик. Это для сухой кожи. И она хороша на зиму, осень, весну. 103 оттенок. 30 мг. Очень классная. Она увлажняет кожу. Её не видно на лице. Вы её не чувствуете. И бюджетная. Это, я считаю, очень хороший плюс. Ей бы другую упаковку, люксовую более. И продукт был бы вообще незаменим. Запах, кстати, тоже очень приятный. И я их смешиваю. И Help Mix Bourjois. Вы знаете, я люблю продукты марки Bourjois. Все, в принципе, продукты там хорошие. Вот Help Mix. В оттенке... В оттенке... Не вижу оттенок. 53-й. Ligt Beige тоже. Вот. Я их смешиваю. Но немножко вот этот темнее. Темнее. И по своей вот... Консистенции, да. Он подойдёт больше на лето, конечно. Вот он более стойкий. Более тонко ложится. И, ну, на лето вот... Классный продукт. Поэтому пока я их смешиваю. Дальше. Кто тут у нас больной? Пудра. Пудра. Это корейская марка. Отти или оттен. Не знаю, как правильно. В оттенке 102. Она как бы заявлена как... С таким шиммером небольшим. Но его здесь нету. Здесь есть... Присутствуют блёстки. И такие виды. Но когда вы набираете её на кисть. И распределяете, то остаётся матовый эффект. А блёсток этих нету. Они как-то уходят, рассыпаются. Поэтому эффект хороший. У меня сухая кожа. И мне кожу не тянет. Я не наношу пока на всё лицо. Летом, да. А пока холодно, я наношу только на вот эти части, где использую сухой бронзер. Дальше. Дальше я вам покажу карандашики, тени. Давайте начнём с базы, наверное. База у меня бюджетная от Катрис. Очень неплохая база для своих денег. И она прозрачная. Её совсем капельку нужно, чтобы не спровоцировать наоборот. Как бы, чтобы не собирались тени. Очень немножечко. Прям капельку. И распределить на два глаза. Тени держатся и более такие яркие становятся. Дальше я вам расскажу о таких вот двух продуктах от Гош. Это тени в карандаше. Кремовые, да. Очень классные. Они водостойкие. Один цвет вот такой вот, как бы, для проработки. Его, в принципе, можно на всё веко наносить. Можно для проработки складки. В десятом оттенке Twist Brow. Вот такой вот. Они очень пигментированные и водостойкие. Очень хороши будут они на лето. Вот. Другой цвет у меня бронзовый. 03 оттенок Ligt Kupfer. Вот такой вот. Он шиммерный, но без явных блёсток. А именно вот такой красивый бронзовый перелив. Они у меня сейчас на глазах. Если, может, близко, камера не передаёт. Но вот цвет очень красивый. И красной помаде не очень, как бы, красиво смотрятся вместе. Дальше. Дальше вот такой вот карандашик от Rimmel на водную линию. Это не белый карандаш. Он телесного цвета, правильного телесного цвета. Он придаёт взгляду такой открытый взгляд становится. И она не скатывается. Не скатывается вот сюда вот в уголки. Что было с карандашом и в Роше белым. Он мне не понравился. То есть он, да, он яркий. Он для фото хорош. Но для жизни, то есть даже для работы, для невест, допустим, вот этот будет намного лучше. И им я довольна. Дальше. Дальше. Такие карандашики от L'Oreal. In Fible. В синим и чёрном цветах. Их я взяла тоже для слизистой. Ими можно рисовать стрелки. Стойкие. Никуда не скатываются, если дать им застыть. И тоже хорошие, бюджетные. Дальше. Тушь для ресниц. Vivienne Sabo в золотистой такой упаковке. Есть и в чёрной. Но чёрную я не пробовала. А золотистую я взяла это в коричневом оттенке. 0,5. Она не смотрится прям коричневой. Вот вы можете видеть у меня на ресницах. Но смотрится более так мягко. То есть на день классно. И реснички пушистые. Но не всем она подходит. Поэтому у меня в коричневом. И ещё в чёрном цвете в запасе. И для работы, и для себя. Теперь я хочу рассказать вам о карандашиках от Гош для губ. В трёх оттенках. Я буду брать ещё. Потому что мне понравились они. И это оттенки 003. Кардинал Red. Вот такой вот. Это такие вот гелевые. Они очень хорошо распределяются. По губам они насыщенные. Они стойкие. Их я использую заместо помады. Или под блеск. Или же под помаду. Так. Дальше оттенок 002. Антигула Росе. Это больше цвет такой чайной розы. Вот так, если камера вам передаёт. И вот такой вот цвет. Анжел 006 Angel Kiss. Это под такую более светлую помадку. Или как самостоятельный продукт. Тоже очень хорошо. Не сушит губы. Комфортно с ними. Буду брать ещё другие цвета. Посмотрим. И для работы, и для себя очень классные. Ещё для каял чёрный. Для водной линии. Тоже очень хороший. Гош. Но недостаточно стойкий для меня. Вот. Все рассказывали о такой вот... Здесь ребёнок мой ходит. Здесь все рассказывали на ютубе о... Такой вот гель от Essence. И здесь, да, удобная кисточка. Маленькая. Вот такая вот. Неплохо, как бы, укладывает бровки, да. Но, как бы, ничего прям такого сверхъестественного я не увидела. Поэтому я ещё в поиске. У меня есть палетка для оформления бровей. Но это я вам всё покажу в профессиональном видео. О профессиональной косметике. И что я использую для работы. Поэтому это немножко другое будет. И... Да, ага. Ещё у меня остались, самое главное, моя палеточка от Заива. От Заива. Это... Я её очень... Настраивалась на неё очень долго. Вот в таких вот оттенках. Вот в таких вот оттенках нюдовых. Что я могу сказать? Мне палетка очень понравилась. И эту палетку хорошо использовать для невест. Она такая ненавязчивая, нежная. Или же для дневного макияжа. Очень классная. Очень классная. И хочу взять палетку там, где больше цветов. Есть синий, зелёный. Вот как-то так. Так что... Этими продуктами я осталась довольна. И... Смотрите моё следующее видео об уходе. И... Эээ... Вот видите? Остаётся. Поэтому... Классные карандаши мне нравятся. И... Уход о волосах. У меня уход, конечно, значительно поменялся. Вы видите, я поменяла цвет волос. Снова попортила волосы. Поэтому для меня уход за волосами очень важен. И... Смотрите моё видео об этом. Если вы использовали эти продукты, которые я вам показала. И у вас сложились о них какое-то мнение, да? Напишите мне в инстаграм или же под видео. Я буду очень рада. И... До новых встреч. Увидимся. Пока.